Мы обсуждали в нашей фракции и среди депутатов вопрос о том, чтобы нормативно определить и заставить средства массовой информации, иноагенты, которые получают деньги из-за границы. Публикации, переписки, в соцсетях материалы, которые они распространяют, были со ссылкой, обязательной ссылкой, что это иноагенты. У нас сейчас началась выборная кампания, президентская кампания. Будет вылито очень много грязи. И на нашего кандидата Грудинина Павла Николаевича уже ушаты выливаются этой грязи. А избиратель, гражданин Российской Федерации должен знать, кто эту грязь производит. Если эта грязь производится за границей, то он соответствующе сразу свое мнение и формирует. Потому что надо все смотреть через увеличительное стекло и с точки зрения, кто этот материал производит. Поэтому мы поддерживаем вот это предложение. Мы его будем обсуждать и вносить в Государственную Думу о том, чтобы все материалы, которые шли от средств массовой информации, от иноагентов, была обязательная ссылка. Люди должны знать своих героев. Резервный фонд. Мы поддержали в свое время разделение фонд стабилизации на резервный и фонд национального благосостояния. Это было правильно. Потому что тогда уже на этот период мы видели, что могут залазить в карман пенсионеров и не доплачивать. Причем там, собственно, деньги копеечные, но не доплачивать нашим пенсионерам заработанную пенсию. Вот на тот период эти два фонда действовали, но время идет. Резервный фонд наполнялся в основном за счет нефтедолларов, перечислений, но его весь подъели. Подъело правительство, подъело государство своей неумелой, неправильной, абсолютно бездарной политикой. И мы сегодня оказались перед разбитым корытом. Денег в резервном фонде нет, а деньги нужны. Что правительство делает? Давайте сольем опять резервный фонд, фонд национального благосостояния, и деньги якобы появятся. Не появятся. Мы заявляем, что это неправильное решение абсолютно. Это правительство берет право легитимно залезть теперь уже точно в карман пенсионеров. У нас 25% населения пенсионеров. 3,7 триллионов рублей в фонде национального благосостояния, и он должен быть как базой, как резерв, как средство, которое в основном должны идти только на пенсии. У нас на три года заморозили накопительную часть, а это ликвидировали и право развития инвестиций в экономику. У нас уже до 2019 года не будет компенсации по инфляции величины пенсии. И вот теперь, чем страшно вот это вот слияние, что законно, легитимно правительство будет тратить деньги не на пенсии, не на увеличение пенсии, не на стабильные выплаты пенсии, а на другие мотивы, в том числе и черную дыру, которая происходит за счет ненормальной работы правительства, и абсолютно нет никакой стимуляции развития нашего реального сектора экономики. Поэтому мы против того, чтобы резервный фонд и фонд национального благосостояния были слиты. Это чревато выплатам пенсии нашим пенсионерам. Наша страна вновь оказалась виноватой. С точки зрения Запада, с точки зрения Евросоюза, мы виноваты уже в том, что стараемся защитить свои национальные интересы. Речь идет об эмбарго на поставке свинины и живых свиней из стран Евросоюза. Этот спор идет уже давно, с 2014 года. И в декабре предыдущего года требование ВТО было исполнено. Однако Россия включила свинину в список тех продуктов, которые подверглись контрсанкциям. Не мы первые вводили санкции против нашей страны, против нашей экономики. Мы должны дать достойный ответ. И мы его даем. Так свинина попала в этот список контрсанкционный. И теперь Евросоюз требует возместить свои убытки от нашего эмбарго в размере 1,39 миллиардов евро за те прошедшие годы, каждый год. Значит, и это требование сейчас предъявляется к России. Насколько оно обосновано? Оно абсолютно необосновано. И это требование не может быть выполнено. Россия сейчас участвует в арбитражном суде. Кто может поручиться за то, что политизированная организация ВТО примет нашу сторону? Никто. Тогда зачем мы вступали в эту организацию? Вот когда мы вступали туда, значит, было множество проведено различных мероприятий. И самое интересное, 49 тысяч страниц текста, где были прописаны все условия и все ограничения, они практически даже не были переведены. И получается, что чудовищные условия вступления России в ВТО, они даже не обнародованы были. Страшно было их обнародовать. Поэтому сейчас возникает вопрос, зачем мы состоим в этой организации? Эта организация должна способствовать антидискриминационным мерам в развитии торговли стран-членов ЕС. Мы сегодня получили санкции по полной программе. ВТО от этих санкций нас не защитило. Кроме того, ВТО требует от нашей страны исполнения всех обязательств, при этом никоим образом не собираясь исполнять свои обязательства по отношению к нашей стране. Наша фракция, наша партия считает, что вступление в ВТО было колоссальной ошибкой. И сегодня мы несем огромные потери от участия нашей страны в этой организации. Поэтому сегодня назрел вопрос, что делать дальше? Оставаться или уходить? Прецедентов таких за 23 года нет. Но тем не менее, сегодня с Россией это особый случай. И мы должны прежде всего думать о своих национальных интересах, об интересах Евросоюза. Чего мы ожидали от ВТО? Что инвестиции иностранные хлынут рекой в нашу страну. Хлынули? Нет. Начиная с 2013 года, а вступили мы в 2012, иностранные инвестиции уменьшались. А с 2014 года иностранный инвестор вообще ушел из страны. Может быть мы выиграли какие-то судебные иски в странах ВТО и защитили своих товаропроизводителей? Нет. Не выиграли. В этой политизированной организации выиграть иски судебные просто в нашей стране невозможно. Тогда зачем мы состоим в этой организации? Вы знаете, мы что сделали с нашими отраслями промышленности и сельским хозяйством? Мы, во-первых, снизили по требованию ВТО импортные пошлины и наводнили наш рынок иностранными товарами. Параллельно с этим от нас потребовали, чтобы мы у себя уменьшили субсидии на промышленность и сельское хозяйство, убрали все налоговые преференции, повысили тарифы и цены на энергоносители, в результате цены на нашу продукцию поднялись, и мы сами запустили себе козла в огород. То есть мы сами сегодня получили то, что наша продукция стала неконкурентоспособной. Поэтому наша фракция вносит протокольное поручение, чтобы рассмотреть этот вопрос на заседании Государственной Думы, дать поручение правительству Российской Федерации, все-таки чтобы дали нам официальную оценку, что мы получили от ВТО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова